Сегодня у нас в студии очень необычный гость. Гончар, поэт, телеведущий и математик Илья Калашников. Ой, это же не я. Заходи, Илья. Приветствую. Привет. Что мы сегодня будем лепить? Сегодня будем лепить барельефы самих себя. Вот они, и сказочные, и волшебные глины. С вами сегодня я, Илья Калашников, и Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте. Барельеф ручной работы. Замок – это когда мы готовим эту же вещь под гипсовую заливку. Это когда гипс может затечь вот сюда, ну и мы должны снимать копии, много-много копий. Соответственно, гипс должен выходить. Но здесь мы делаем замки сознательно, потому что это единственный экземпляр. Это я, Илья Калашников, но, может быть, более молодой. Вот написано «2016 год до нашей эры». Правда, это не глазурь. Это, по-моему, акрил и гуашь. Ну, для раскрашивания я использовал. И сейчас мы такую попробуем сделать. Для этого нам понадобится кусочек блины, волшебная коробочка. Да, здесь много-много-много всякого разного интересного инструмента. Ну вот, я приготовил зубную щетку. Это в случае, если мы волосы будем делать. Палочка, конечно же, волшебная. Другая палочка. Зубочистка, как самая тонкая представительница высверливания отверстий. И коробочка волшебная. Вот есть у нее обычная сторона и мохнатая. Нужна мохнатая. Беру комочек глины и делаю пласт. Посмотрите сюжет, кстати, о том, как делать вот такую скалку самому. Раскатываю пласт. В общем-то, его толщина должна быть порядка сантиметра. При усушке это будет 8 миллиметров, а после обжига, наверное, миллиметров 7. И это не будет слишком колкой вещью. Вот так я сделаю пласт. Ничего страшного, он из достаточно твердой уже глины, подсохшей. Но мне, собственно, этого и нужно. Лепить лучше из более сухой глины, чем выкручивать. Ну, выкручивать тоже по-разному. Но об этом смотрите в сюжетах про выкручивание. Ну, я сделаю не очень ровную поверхность. Вот, наверное, вот такую какую-то. Но при этом, смотрите, я отрезаю вот эти вот трещинки. Они мне не нужны. Либо мне их нужно замазывать, либо отрезать. Ну, я принял решение, проще их отрезать. Заодно у меня будет глина для дополнительных элементов. Вот она. Я ее сразу превращу в ком. Ну и здесь как-то вот попробую начертить лицо. Не знаю, автопортретное. А здесь у меня борода побольше. Уже подросла. Здесь где-то находятся уши. А здесь вот шапка из волос. Вот так. Ну, вот этот контур я нанес. А теперь начинаю так условно выминать пальцем этот контур, чтобы он стал рельефным. Вот так. Здесь ничего страшного. Если вы чуть-чуть ошибетесь в пропорциях, потом сможете это все нарастить и наверстать. Глина, материал податливый. В конце концов, можно будет и прилепить. Вот так. Ну и потом руки подскажут, какой правильный должен быть контур вашего или не вашего лица. Вот так. Теперь где-то вот здесь должны быть глазные ямы и нос. Где-то здесь. Нос я сразу сделаю дополнительной капелькой. Не забудьте эту капельку пошуршать об коробочку. Вот так это делается. Видите, она мокрая. Поэтому шуршание приводит к тому, что здесь образовывается шликер. Шликер это жидкая глина. И вот уже я могу сюда приделать нос. Он хорошо примазывается. Теперь давайте сделаем усы. Таким же макаром шуршим и приделываем. Здесь же где-то будет изнутри рот. Если усов нет, то, конечно, нужно сделать рот, как вот здесь. Вот здесь. То есть нужно верхнюю и нижнюю губу прилепить. Или лучше один валик прилепить, и потом его поделить на два. Такие усы. Ну и давайте бороды побольше приделаем. Вот такая борода. Связь с родом. Вот здесь все приклеилось. Ну и волосы. Волосы тоже. Я сделаю порельефней. Более выпуклые. Ну и обязательно сделать нужно две горошины. Не очень большие. Это будут щеки. Вот они приделываются как раз на место щек. Вот так. И заглаживаются. Щеки тоже рельефные. Это не очень заметно. Но они, тем не менее, выпирают. И щеки яблочками нужно вот таким образом сделать. Так. А теперь мне потребуется пара глаз. Глазные мы сделали яблоки здесь. И сейчас их вернем на место. Тоже с помощью коробочки. Обязательно не забывайте. Вот так. Но здесь надо делать это очень аккуратно. И мы делаем туплевидные такие. Уже это вот. Дети так лепят круглые глаза. На самом деле они миндалевидные. И еще можно сделать, чтобы уж точно был рельеф, сделать брови. Их, в принципе, можно вытянуть, если глина тянется. Особенно жирная. А можно просто прилепить. Также размазать. Вмазать. И потом на них я нанесу рельеф. Вот есть такие инструменты. Силиконовые пальцы. Они такие вот гнущиеся. Есть, кстати, из резины. Ну, вот эти из силикона. И ими можно выглаживать любые поверхности. Ну, вот два часа выглаживания. И вы можете превратить это в реальную копию самого себя. Но поскольку у меня не так много времени, я так крупными мазками набросал. И сейчас уже буду украшать. Значит, ну, давайте начну с глаз. И сделаю глаза. Вот таким образом делается зрачок. Я здесь вот утопчу немножко. Плоскость. Вот так. Глаза, зеркало души. Самое главное. Вот так. Вот так. И внутрь. Еще можно зрачок. Плавательные очки какие-то получились. Здесь делаю брови. Это я такой автопортрет на скорую руку. Ну, давайте вот здесь такие линии сделаю. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. И еще зубную щетку возьму. Почешу бороду. Вот так. Надо палец не так делать, а вот в другую сторону. Тогда есть шанс, что я буду улыбаться. Нет, сейчас еще не улыбаюсь. Во, а сейчас уже улыбаюсь. Но нужно тогда какие-то вот здесь сделать под глазами. Такие улыбчивые штуки. Ну и острым концом палочки я делаю погрубее бороду. Вот так. Взьерошу там. Вот тоже, кстати, можно сделать с волосами. Но можно сделать вот, например, колпачком. Вот такие хаотичные мазки. Можно так. Давайте сделаю ухо. Где-то здесь оно. И здесь. Ну, что еще нужно? Ну, пожалуй, сделаю. Вот здесь тоже какие-то отпечатки. Это такие какие-то мысли. Вот из волшебной коробочки. Сделаю разные. Отштампую штуковины. Тут, правда, не так много места. Ну, тоже ничего. Так. О, треугольная ручка. Вот так. Опа. Ну, когда я делал вот свой предыдущий автопортрет, у меня было большее разнообразие штампиков. Скоро мы сделаем курс по штампикам. И вот таким. И я думаю, что увеличим разнообразие в нашей мастерской разных таких вот украшательств. Вот. Ну, кстати, в принципе, можно было сделать еще и лоб чуть-чуть более рельефный. Вот так. О, какой. Ну, вот. Крупными носками. Еще два часа вылизывания. И получим точную копию. Ну, а сейчас у нас небольшая музыкальная пауза. У меня ученик Алексей хочет сыграть для нас на баяне. Сегодня мы сделали самого себя. Себяшку. И не забудьте проделать два маленьких отверстия, чтобы потом повесить автопортрет на стену. Но также не забудьте подписаться. И мы скоро будем его глазуровать после первого утильного обжига. И с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч.